Всем добрый день, меня зовут Виктория, я рада вас приветствовать на своем канале Кулинарием с Викторией и сегодня приготовим вкусное сливовое варенье без косточек. Слива растет почти во всех климатических условиях и у многих она растет на огородах и участках. Чтобы сварить обычное сливовое варенье потребуется всего два ингредиента сливы и сахар. Существует много пропорций и способов приготовления сливового варенья, я же стараюсь по возможности использовать меньшее количество сахара. Сливы я хорошо промываю под проточной водой. Для варенья я выбираю спелые, но упругие плоды. Слива не должна быть мягкой, иначе получится джем, а не варенье. Затем я их вытираю полотенцем и разрезаю напополам, немного прокручиваю и убираю косточку, немного помогаю ножиком. Пропорции для варенья берутся в чистом виде. То есть очищенные сливы нужно взвесить и обычно это берется один к одному. На 1 килограмм слив 1 килограмм сахара. Я же беру немного меньше сахара. На полтора килограмма слив я беру 1 килограмм сахара. Все пропорции я вам оставлю в описании под видео. Затем беру сливы и перекладываю их в эмалированную кастрюлю. Желательно брать кастрюлю с толстым дном и пересыпаю сахаром. Немного слив, немного сахара. Слива очень нежный фрукт, поэтому теребить ее лишний раз не нужно. Лучше просто встряхнуть кастрюлю со сливами и оставляем ее настаиваться, чтобы она пустила сок на 10-12 часов. Лучше это делать вечером, таким образом за ночь слива успеет пустить сок, настояться и утром можно будет продолжить. Сливы у меня настаивались всю ночь и теперь я ставлю кастрюлю на огонь, довожу до закипания и оставляю кипеть в течение 10 минут на маленьком огне. Иногда можно вот так немного помешивать, но делать это очень осторожно, немного как бы подвигать деревянной лопаткой. Убираю образовавшуюся пенку, отставляю сливы и даю им полностью остыть в течение 4-6 часов. Сливы должны не только остыть, но и хорошо настояться, поэтому я советую настаивать их именно 4-6 часов, не меньше. Затем повторяю эту же процедуру еще 2 раза. В общей сложности мы ставим прокипеть сливы 3 раза, но второй и третий раз я оставляю их прокипеть по 5 минут, не больше. Времени между варками проходит 4-6 часов. Перед тем, как приступить к варке варенья в третий и последний раз, я стерилизую банки и крышки. Горячее варенье раскладываю в подготовленные баночки и сразу закрываю крышками и оставляю до полного остывания. Варенье, приготовленное по этому рецепту, проваривается недолго, но за счет того, что оно долго настаивается в сиропе, получается вкусное и хорошо хранится. Не забываем поставить год приготовления, если у вас много консервации. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите мне свои комментарии, я очень рада, когда вы мне пишите свои комментарии и отзывы. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой канал почаще. Я всем желаю прекрасного настроения, приятного аппетита, удачных вам заготовок и до новых встреч с новыми рецептами!